МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Депутаты городской думы побывали на встрече с Сергеем Ероченко. Детям-сиротам вручили ключи от квартиры. В Приангарии изменится минимальный размер взноса на капремонт многоквартирных домов, имеющих разную этажность. Для жителей подъездов, где нет лифта и количество этажей меньше, размер взноса будет снижен. Служба государственного жилищного надзора при Ангарии вынесла предписание в адрес областного фонда капремонта, который обязан сделать собственникам помещений данных домов в перерасчет с сентября 2014 года по настоящее время и производить дальнейшие начисления в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, говорится на сайте правительства Приангария. 13 сентября – единый день голосования. Значимое событие как для нашего города, так и для Иркутской области в целом. О том, готов ли Устилимск к выборам, узнаете из следующего сюжета. В единый день голосования, 13 сентября, горожанам предстоит принять два важных решения. В этот день состоятся выборы мэра Устилимска и губернатора Иркутской области. О том, готовы ли избирательные участки к приему голосующих, нам рассказал председатель городской территориальной избирательной комиссии Александр Кочетков. На территории города Устилимска образовано 40 избирательных участков, которые находятся там же, что и на выборах депутатов в городскую думу. За исключением участка 1568, в связи с закрытием филиала педагогического университета, избирательный участок перемещен рядом на Ленина-20 в Байкальский государственный университет экономики и права. Все избирательные участки готовы принять избирателей. В Устилимской городской территориальной избирательной комиссии проведены обучающие семинары председателей, заместителей, секретарей участковых избирательной комиссии. Уважаемые избиратели, избирательные комиссии ждут вас на избирательных участках 13 сентября с 8 до 20 часов. Приходите активно на избирательные участки и делайте свой правильный выбор. В день голосования следить за правопорядком будут более 200 полицейских. Кроме того, пожарную безопасность будут обеспечивать 35 сотрудников соответствующего управления и два ответственных руководителя. Устилимцы 13 сентября нам предстоит сделать важный выбор. В наших руках судьба города и области. Помните, в кабинке для голосования вы находитесь одни, и повлиять на ваше решение не может никто. Вопросы, которые возникают о едином дне голосования, избирательном участке и другие, вы можете задать по телефону горячих линий, которые вы видите на экране. Приходите 13 сентября на свой избирательный участок и сделайте правильный выбор. Алена Калько, Александр Килин, информационная программа «Северный город». За первые шесть месяцев 2015 года жители Иркутской области написали в страховую компанию «Сагазмед-69» жалоб на медицинские учреждения. Всего за полгода в компанию поступило порядка 154,5 тысяч обращений по различным вопросам. Отметим, что в первом полугодии 2015 года в «Сагазмед» от жителей России поступило более тысячи жалоб на медучреждения. Из них больше половины компания признала обоснованными, сообщает «Иркутскмедиа». Поддержка губернатора и правительства области необходима городу. Депутаты, как никто, знают проблему Устилимска. Они составили перечни вопросов и предложений, пути их решения и отправились на встречу с временно исполняющим обязанности главы региона Сергеем Ерощенко. Как прошла беседа, расскажет Алена Феоктистова. Делегация местных парламентариев во главе с депутатом законодательного собрания Иркутской области Анатолием Дубасом побывала на встрече с временно исполняющим обязанности губернатора региона Сергеем Ерощенко. Беседа была короткой, но очень плодотворной. За 2015 год в Устилимске произошло много событий, и не всегда до областных властей доходила верная информация. В связи с этим от Наиля Гарипова поступило следующее предложение. Почему, например, при губернаторе не создать совет наподобие Народного фронта, который при президенте России? Почему говорю? Потому что я создаю нас с Народным фронтом, а если мы в регионах не будем создавать отделение, они только в столице. Создать совет, в который вошли бы люди от каждой территории, уважаемые на этой территории, они бы собирали информацию, жители бы обращались к ним. Создавайте его совет, я любую активную часть поддержу в любом формате. Образование такого органа позволит напрямую оперативно информировать область о сложившейся в городе проблеме, и власти смогут быстрее ее решить. Депутаты выступили еще с одной просьбой – включить у Устилимск список территорий, опережающего развитие, что поможет созданию инвестиционных проектов и оживит экономическое положение города, а также повысит занятость населения и остановит его отток, увеличит сбор налогов. Сергей Ерошенко и в этом поддержал местных депутатов, обещав рассмотреть данное предложение. Любое движение, которое будет позитивное, поддержу. Были подняты вопросы о тарифах на электроэнергию, понижение взносов на капитальный ремонт домов. Подробно обсудили проблему ремонта дорог, ведь он проводится с нарушением всех норм и ГОСТов. Не обошли стороной сферы медицины и образования в Устилимске. Городские проблемы не останутся без внимания областных властей. На дороге мы каждому городу выделяем. Вопрос заключается в том, что в Братске сейчас дороги строятся. Почему? Потому что нужно делать ПСД, нужно готовиться. Все, что будет подготовлено, мы поможем. Если вы будете активную позицию занимать, при всех трудностях все равно можно вопросы решать. Уже существует ряд проектов, которые улучшают жизнь горожан. Один из них – безопасный город. Муниципалитет просит поддержки и помощи в осуществлении других идей, которые также послужат во благо и процветание Устилимска. Это станет возможным благодаря взаимодействию городских и областных властей. Контакт налажен. Остается ждать больших перемен. Алена Феоктистова, Сергей Белкин. Специально для информационной программы «Северный город». Общероссийская организация «Зеленый патруль» опубликовала очередной экологический рейтинг регионов по итогам лета текущего года. Наибольшее падение в рейтинге продемонстрировали Республика Бурятия и Иркутская область. Территорией потеряли 11 позиций, заняв 49-е и 59-е места соответственно. Они так и не смогли решить проблему лесных пожаров, отмечает исследователь. Ответственность за сохранение озера Байкал, с берегов которого также все лето поступала тревожная информация, в первую очередь лежит именно на этих регионах страны, говорится в сообщении. На территории Иркутской области объявлен региональный этап Всероссийского конкурса «Доброволец России-2015». Его цель – развитие волонтерства и формирование культуры добровольчества в России. К участию допускаются лидеры, руководители и представители добровольческих, волонтерских, некоммерческих организаций и объединений, инициативных групп. Участниками конкурса могут быть граждане России в возрасте от 14 до 30 лет, включительно, проживающие на территории Приангария. Подробности можно узнать на сайте администрации города. Вчера в администрации Устилимска дети-сироты получили ключи от долгожданных квартир. На вручение побывала Алена Калько. 10 сентября в администрации Устилимска в торжественной обстановке представители местной власти вручали ключи от шести квартир. Обладателями долгожданной жилплощади стали дети, оставшиеся без опеки родителей. Каждая из девушек получила однокомнатную квартиру площадью примерно 33 квадратных метра. С этим счастливым событием девушек поздравили исполняющие обязанности главы администрации Людмила Бажанова, а также начальник управления социальной защиты населения Тамара Горобец. Я хочу, чтобы в ваших домах было чисто, уютно, чтобы вы создали тот самый очаг для своих ребятишек, чтобы ваши дети никогда не почувствовали отсутствие материнской любви и тепла. Очень прошу вас, пожалуйста, сделайте так, чтобы быть настоящими мамами, и ваш дом был теплым, светлым на все-все годы. Ну и, конечно, считаю, что однокомнатная квартира – это старт. Сейчас вы будете иметь возможность вступать еще дальше в новую жизнь, расширять, улучшать свои жилищные условия. Но самое главное, чтобы вы всегда оставались мамами лучшими, самыми родными, самыми хорошими для своих ребятишек. Удачи вам в жизни! Девушки не скрывали эмоций и слез радости. После мероприятия мы попросили их поделиться впечатлениями. Я очень рада, потому что ждала этого очень долго, ждала. И давали жилье мне сначала в Шерихово, но там мне не понравилось. Надеюсь, что сейчас хорошее будет жилье. Я еще не видела, но прям сердце колотится от радости. Я очень рада, что получила квартиру, потому что мы ждали этого 8 лет. Очень счастливы, что будет свое жилье. Хоть и на левом берегу, потому что я работаю и на правом, и ребенок в садик у меня на правом. Но все равно очень счастливы, что свое жилье. Мы поздравляем новоселов и желаем, чтобы в новых квартирах они и их семьи были счастливы. До конца 2015 года планируется приобрести еще 6 квартир для детей, оставшихся без попечения родителей. Алена Калько, Александр Килин, информационная программа «Северный город». С 1 января 2016 года размер материнского капитала составит 475 тысяч рублей. Это на 22 тысячи больше, чем в текущем году. Такие данные сообщила вице-премьера Ольга Голодец. Политик отметила, что в правительстве одобрили использование средств материнского капитала на покупку товаров и оплату услуг для детей-инвалидов. Подготовленный законопроект позволяет еще до достижения ребенком трехлетнего возраста использовать средства материнского капитала. Причем закон распространяется как на родных, так и на усыновленных детей, уточняет портал вести.ру. На этом мы завершаем наш выпуск. Увидимся в понедельник в это же время. До встречи. Редактор субтитров А.Семкин